здравствуйте меня зовут елена новоселова я являюсь директором салона fashion flowers и директором школы флористики flower school сегодня я расскажу вам как составить композицию не выходя из дома какие материалы вам понадобится какой цветочный материал вам понадобится для работы не выходя из дома то есть вы можете приобрести весь материал в любом цветочном магазине или салоне также наш салон может являться поставщиком всех необходимых материалов у нас есть такая услуга мы предоставляем бесконтактную доставку я думаю что и многие флористические магазины этим тоже занимаются итак какие нам понадобятся материалы это пленка это обычный может быть подруга называться целлофан также дизайнерская пленка любая какая нравится вам то есть какая понравится возможно если вы делаете композицию для кого-то из своих близких знакомых так далее вот любого другого цвета можно подобрать в флористических магазинах дизайнерская пленка сейчас в широком ассортименте также лента атласная любая тоже какая вам нравится конечно же можно использовать еще вот такое называется анкор но можно в принципе использовать еще как лейкопластырь вот он выглядит вот так только этот конкретно используется во флористике во флористике вот резинка обычная денежная резинка флористический нож секатор и ножницы если у вас нет ножа можно использовать обычный нож который у вас есть на кухне также если у вас нет секатора можно использовать только ножницы то есть заменить всегда можно но лучше конечно иметь у себя дома всегда секатор если вы увлекаетесь цветами также вам понадобится вот такая флористическая губка продается во всех флористических магазинах соответственно я вам покажу как правильно ее нужно заполнить водой потому что техника тоже очень важно в данном случае вот и мы будем выполнять композицию покажу как его резать вот такая вот такой флористический материал также расскажу какие цветы необходимы для работы с композиции на оазисе вот такой набор обязательно должны присутствовать кустовые хризантемы для того чтобы сделать вашу композицию пышный воздушный транспарентный вот также обязательно нужно какая-нибудь зелень может быть это будет эвкалипт в моем случае это солидага также это розочки прекрасный да лучше выбирать по цвету что-то нежное нежную композицию всегда сможете легко сделать и повторить ничего сложного в этом нет сложнее делать яркие композиции вот также можно использовать гвоздику если нет никаких предрассудочных суждений по поводу гвоздик потому что я считаю очень красивая фактурная добавит вашу композицию интересных фактур собственно вот такой простой набор который продается в любом магазине собственно дальше мы переходим к следующему этапу мы должны будем заполнить водой оазис также вам понадобится контейнер с водой воды должно быть достаточно для того чтобы полностью погрузился оазис в воду то есть топить его ни в коем случае механически нельзя то есть применять какую-то физическую силу в момент когда вы замачивать оазис ни в коем случае нельзя потому что губка создана таким образом что она впитывает только то количество воды которое она может себя впитать соответственно я вам сейчас покажу как это правильно делать легким движением руки и все и ждем несколько секунд буквально это займет посмотрите как быстро он замачивается то есть ничего никаких механических воздействий не нужно оказывать на него он сам прекрасно впитает себя то количество воды которое он может себя впитать вот так немножко его чтобы он стек чуть-чуть лишнюю воду из обязательно нужно чтобы хватило воды не жалейте воду пускай лучше она останется вот нам необходимо чтобы у нас оазис первого раза утонул благополучно и мы могли с ним дальше работать почему это важно потому что внутри оазис может быть сухим если недостаточно будет воды далее для чего нам нужен был нож для того чтобы сделать нашу композицию той величины который нам нужно смотрите как легко у нас отрезается кусочку этот кусочек можно использовать для чего-то еще то есть вы можете маленькую композицию еще какую-то создать нам необходимо только эта часть вот ну таким вот образом подрезаем еще немножечко скруглим чтобы сделать нашу композицию более овальный для чего нам нужен был целлофан вот этот материал нам нужен для того чтобы у нас оазис когда мы будем ставить наши цветы при давлении у нас будет выходить вода то есть когда будет оказываться давление на оазис вода будет здесь текать чтобы она не стекала то есть нужна вот такая подложка подложка куда будет стекать у нас лишняя вода у нас уже вот здесь уже образовывается лишняя вода Значит, дальше. Обязательно отрезаем по размеру, даже чуть-чуть выше оазиса мы делаем заготовку вот такую. Можно даже сделать двойную, если вы боитесь, что у вас оазис может как-то протечь. Да, то есть никаких линеек нам не нужно для того, чтобы отмерить. Можно все это сделать вот так, легко и просто на глаз. Соответственно, лишнее мы сразу убираем. Вот таким образом. Для того, чтобы нам было удобно сейчас все это сделать, мы использовать можем резинку. Либо можно использовать еще степлер. Вот, степлером эти углы можно тоже подогнуть. Лишние элементы мы убираем сразу же. Не только ни в коем случае мы не отрезаем ниже целлофан, ниже оазиса ни в коем случае, потому что, когда вы будете ставить цветочки, может вода вылиться за пределы этой подложки. Далее, точно по такой же технологии мы используем декоративный уже материал, нашу бумагу, нашу пленку. Можно, конечно, использовать и анкор, да, а можно сразу использовать уже и ленту. Вот такая у нас получилась основа. Вот таким образом. Теперь мы можем приступить уже к дальнейшему этапу. Самому приятному это заполнение цветами. С чего нужно вообще начинать композицию? Композиция всегда начинается у нас с зелени. Зелень в данном случае у меня солидага. То есть я начну с нее. То есть почему именно с зелени? Потому что у нас задается высота нашей композиции именно зеленью. Не сразу вы цветов начинаете, а сначала немножечко заполняете зеленью. У вас образуется форма композиции уже сразу же. Если вы хотите круглую форму, может быть вы хотите более овальный, овал сделать. Это все возможно. Нет никаких ограничений по поводу формы и высоты. Можете сделать огромную композицию. Тогда вам нужен большой объем цветов. У нас объем цветов на среднюю композицию, среднего формата. Поэтому, значит, как правильно... Сейчас мне понадобится секатор. Нож мне нужен только для... Чтобы подрезать розы. Потому что роза любит срез все же. Как нужно правильно подрезать? Подрезать нужно наискосок. Всегда. Для чего это мы делаем? Сейчас я покажу. Вот так наискосок. Для того, чтобы лучше стебель входил в оазис. И он таким образом лучше будет фиксироваться в самом оазисе. Также мы измеряем высоту. Каким образом? То есть мы прикладываем к нашей композиции. Вот так. И мы понимаем, что у нас на какую-то глубину будет уходить еще стебель. То есть мы должны определить, чтобы у нас полностью вот так до дна не доходил стебель. Наверное, нужно еще немножечко вот так подрезать. И также у каждой композиции есть правило. Есть лицо в композиции. И есть тыльная сторона. То есть лучше собирать, повернув к себе лицо. И лицо, да. Именно лицо, ну в кавычках, но лицо. Да, передняя часть композиции. Вот. И собирать необходимо, когда композиция смотрит именно на вас. Чтобы все цветы в композиции именно на вас смотрели. То есть смотрели на получателя, если вы для кого-то ее делаете. Это обязательно. Я бы, наверное, еще срезала. Вот. Таким вот образом. И мы ставим таким вот образом. Обязательно хочу предупредить сразу, что лучше делать, конечно, в наклон. В наклон. Почему? Потому что, чтобы у вас не получалось, что у вас все цветы стоят вот так. Прямо. То есть прямо они могут стоять, но где-то в середине. Где-то по бокам уже, когда вы выводите форму, вы должны будете ставить уже наискосок. Вот. Это тоже важно. Вот такую маленькую тоже можно поставить. Но лучше использовать вот такой повыше материал. Для того, чтобы поставить еще цветы или зелень, то есть вот эта часть должна быть очищена обязательно. То есть вы вот это берете просто руками и очищаете. Ни в коем случае зелень не должна попадать в оазис. Иначе будет большое тогда пространство, где будет стоять у вас цветок. И он будет вываливаться постоянно. То есть для того, чтобы этого не допустить, стебли необходимо вот так счищать. Это то, что касается техники. Далее. Все цветы вы будете располагать, как будто вы делаете все из центра. То есть вот таким вот образом. И будете ставить рядом. Не нужно... Получается, если вы хотите поставить цветочек здесь, с краю, значит, вы его и ставите здесь вот с краю. То есть ни в коем случае вы не выводите... Если вы хотите поставить здесь, не выводите из центра сюда. Ни в коем случае так делать нельзя, потому что вы перекроете потом доступ другим цветам. То есть обязательно, если вы хотите поставить цветок с края, поставьте его здесь. То есть не нужно выводить его из центра. Далее. Значит, все заполняем сейчас зеленью. И сейчас это будет такой технический больший момент. Основа у нас готова. Можно будет добавлять зелень по желанию в процессе. То есть самое главное сделать уже вот такой вот объем, форму. Она у меня, по сути, и не сильно круглая. Овальная такая, свободной формы получилась. Мне больше такие нравятся композиции. Если вам нравятся круглые, вы можете круг создавать с помощью зелени. То есть далее у нас уже приступаем мы к заполнению цветами. Первое, с чего бы, вообще с чего необходимо начать, это, конечно, что-то крупное. Крупное у нас в данном случае это роза. Крупное, одноголовое, цветок. То есть я думаю, что вот это самое крупное. Да, у нас самое крупное идет роза квиксенд. Значит, мы ее тоже все освобождаем от зелени обязательно. И я использую всегда нож. Если с ножом не можете работать, то можно либо секатором, либо ножницами. Вот, это делается вот такой срез обязательно косой. Роза очень любит именно срез ножом. И точно таким же способом мы устанавливаем розу. То есть мы его ставим ближе вот сюда к основе. Вот, я думаю, даже видно вам, что она смотрит именно на вас сейчас эта розочка. Далее еще можно поставить, можно сразу 3-4 поставить крупных элементов, и потом уже заполнять мелким материалом. Да, вот так. Также вы измеряете, конечно, я уже вижу на глаз, сколько мне нужно отрезать. Вы измеряете вот по тому, какая у вас основа, и сколько у вас еще войдет в оазис. В оазис должно входить примерно вот столько. На сантиметр, на полтора. Для того, чтобы она хорошо и плотно встала в оазис. Вот таким вот образом. Вот так. Дальше можно уже дополнять, допустим, хризантемы. То, что дополнит вашу композицию, сделает ее более пышной, фактурной, интересной. Вообще, в чем прелесть оазиса самого, да? Почему именно его сейчас флористы активно используют? Потому что вы можете композицию создать вообще разного формата. То есть вы можете прям выводить... То есть прям вот настолько даже перпендикулярно вы можете поставить цветок. То есть вы можете под любым углом поставить сейчас композицию. И он будет держаться и будет фиксировано здесь находиться. Вот. Даже каскад можно сделать из любой композиции. Свадебный, например. Также желательно использовать, значит, оазис один раз. Ни в коем случае нельзя его использовать дважды, потому что там уже останутся дырки от цветов. И вообще повторно его замачивать не рекомендуется. То есть сделали один раз композицию, возьмите свежий. А также вот поставили цветок. Больше его просьба не вытаскивать. Вот. Чтобы не создавать большое количество дырок в оазисе. Это тоже важно. Так. Все. Значит, вот такая композиция у нас получилась. Вот такого плана. Я еще немножко расскажу вам, как ухаживать за композицией. То есть когда вы дарите получателю, либо вы размещаете такую композицию у себя в интерьере дома. То есть обязательно помните, что когда особенно очень много, большое количество цветов или жарко в квартире, да, необходимо дополнять водой. То есть доливать воду можно. То есть развегаете цветочки, проверяете оазис. Например, чувствуете, что он уже суховат. То есть цветы выпивают воду достаточно быстро. Сейчас особенно в летний период. Поэтому можно воду доливать. То есть доливаете чуть-чуть из леечки, либо из стакана воды обычную воду из-под крана. Желательно холодную, конечно. Холодную, либо комнатной температуры. Вот. Больше ничего с композицией делать не нужно. Поскольку они и так уже стоят, можно сказать, в вазе. В вазу, вот удобство вообще композиции в том, что ее можно размещать в интерьере и не беспокоиться о том, чтобы менять воду. Например, если вы дарите человеку, который не любит ухаживать за цветами, это самый лучший вариант. С вами была Елена Василова. Желаю вам весеннего настроения и удачи. Я думаю, у вас все получится. Композицию составить вам будет очень легко, учитывая те рекомендации, которые мы сегодня с вами прошли на нашем мини-мастер-классе. Все, пока-пока.